Всем привет, с вами Настя, я к вам возвращаюсь с видео про Project Pen, у меня просто весь стол завален какой-то заканчивающейся старой косметикой, вся в дырочках, вся выглядит не очень хорошо, но это мы с вами и любим, краситься остатками, собственно, чем еще и занимается визажист. Надеюсь, звук в этом видео будет нормальный, потому что я сижу под вентилятором, так как без него я просто умру от жары, ну и я прицепила новый микрофончик, так что надеюсь, все будет хорошо. А еще сегодня вся такая в цветочках, спасибо моему молодому человеку, что спонсирует эстетику в моих видео. Итак, у нас сегодня с вами Project Pen, как обычно я начну краситься и по пути вместе с продуктами, которые я буду использовать, я буду добавлять продукты, которые у меня закончились, в основном это все декоративная косметика и рассказывать, как они мне понравились или нет. До нанесения тональной основы нужно нанести какой-нибудь уход и в свой Project Pen я добавила вот такие две баночки, это бренд Яда, мне подсказали в комментариях, как это правильно называется. Это анти-ти, тонер и эмульсия, они у меня вот почти закончились уже на самом донышке, очень мне понравились эти баночки, это стекло, матовое, все супер качественно, выглядит отлично. И это хорошие рабочие продукты, если я хочу просто легонечко увлажнить кожу, как-то ее напитать, мне вот эти продукты подходят. Если же я хочу нанести что-то потяжелее, прям такой получше, тяжелый, хороший увлажняющий крем, то у меня есть вот такая баночка от L'Oreal, это гиалурон эксперт, тоже мне очень понравился. Это дневной крем с SPF 20. В целом я живу в Сибири, у нас солнце не такое активное, я вчера выходила гулять, у нас был по индекс 1, ну ладно, я шла гулять во сколько, в 7 часов вечера, солнце светило, но ультрафиолетовый индекс был низкий. Тем не менее, этот крем мне очень понравился, он такой, конечно, пожирнее, чем эмульсия, но все равно не утяжеляющий, не тяжелый, на лето хорошо подходит, никаких раздражений не было, и он такую небольшую пленочку оставляет, на него хорошо ложится тональный крем. Ну и самая главная летняя баночка, это SPF, у меня SPF от Fruity, его там уже осталось немножко, буквально вот по уголочкам, баночка у меня вся грязная, не смотрите, пожалуйста, на нее, она в таком состоянии хранится в ящике, это ужас, я не хочу ее отмывать, потому что тут буквально остатки остались, надо уже новый SPF. И, собственно, я сейчас хочу нанести уход, но кожу не хочу утяжелять, поэтому нанесу тонер от яда, и сверху просто это все закреплю SPF кремом. Единственный минус, я вот челку свою уложила, и вот я сейчас ее уберу, и она будет некрасивая, попробую вот так. Буду с вами сидеть вот с такой странной прической. Расскажите в комментариях, как вы выживаете этим летом, мне очень нужны советы, потому что мне прям тяжко. Я не люблю жару, я начинаю тупеть, мои процессы очень медленно прогружаются, я не могу ничего есть, потому что очень жарко, поэтому я ем только рано утром завтракаю, и обедаю я где-то поздно вечером, вчера у меня обед полноценный был в 9 часов вечера. Посередине дня я пью холодный кофе со льдом, или ем мороженки и перекусываю фруктами, потому что, ну, просто ничего больше не лезет, мне жарко, мне плохо. И вот так я наношу тонер, в принципе, его можно наносить и ватным диском, но я люблю руками все это промокнуть, как нужно мне, со всех сторон. И он очень быстро впитывается, никакой пленочки ничего не оставляет, очень комфортный. И наношу SPF, как мы знаем, SPF нужно наносить так вот на два пальчика, если что, я могу нанести не так много, потому что, еще раз говорю, на солнце не такое активно, и я не собираюсь сегодня выходить из дома в активные его часы, мне нужно будет выйти из дома только часов в 6-7 вечера. Ну, в целом, не всегда так стараюсь выходить на улицу, пока нет жары, либо вечером, либо рано утром, потому что жару я не переношу. В целом, этот SPF от Fruity комфортный, он достаточно быстро усаживается, не оставляет вот этой сильной белесости, но есть один нюанс. Я как-то наносила его, видимо, достаточно близко глазам, я вот и сейчас нанесла тоже близковато. И когда выходила на улицу, видимо, были какие-то испарения, и у меня очень сильно начинали слезиться глаза, я прям шла и плакала. Сначала одним глазом, потом вторым. Ощущение было такое, как будто кто-то рядом распылил спирт или какую-то такую едкую жидкость, она попала, ну, вот эти испарения попали в глаза, и вы рыдаете. Такой неприятный моментик. Но девчонки мне подсказали, что, видимо, просто нужно защищать глаза, наносить подальше от глаз. Поэтому я теперь стараюсь так и делать. И вот я его распределяю, он не дает какой-то белесости, и он не настолько жирный, который прям как масло масляное. Здесь нет в целом все хорошо, и спустя некоторое время я знаю, что он хорошо усядется, и тональные на него ложатся супер классно. Прошло несколько минуточек, SPF крем более-менее улегся, кожа стала такая мягенькая, очень приятная. И сейчас мы с вами будем наносить тональный крем. Для Project Pen'а сегодня я выбрала два тональных крема, я очень часто их смешиваю. Это мои остаточки от Estee Lauder, там буквально вот пара капель осталось, как раз на это видео, может еще на один разочек. И это Alien. Alien их тональный крем Silk Obsession. Очень он мне нравится, такой супер приятный, комфортный тональный крем на каждый день. Создает такое сатиновое покрытие, не матовое и не сияющее, что-то среднее. Достаточно хорошо перекрывает, так средненько. В общем, идеально подходит на каждый день и для проблемной кожи, и для суховатой. Его можно подстроить вообще, в принципе, под все типы кожи. А если подсмешивать, например, с Estee Lauder, то он хорошо подойдет и для жирной, и для лета. Собственно, как я их и использую, потому что моя кожа комбинированная, исполненная к жирности. У меня жирнится вся эта зона буквально через пару часов, поэтому вот такое комбо в целом мне подходит. Ну и вот так эти баночки тональных кремов выглядят в полном виде, потому что я их использую очень часто в работе. Тональный Alien мне нравится как такая база, которую можно комбинировать с другими тональными, создавая какую-то особенность, нужный подходящий микс. А Estee Lauder это просто идеальная палочка-выручалочка для супер жарких дней, для невест, для тех, у кого жирная кожа, когда тональный должен стоять и держаться целый день. Из-за того, что у меня их остались буквально остатки, я вот так вот эту всю систему разбираю и сейчас буду замешивать на руке. Так вот ей все тональные выскрябываю, что там у меня осталось на донышке. Тональный от Alien это у меня оттенок 12 крем, кремы, где он у меня, вот так вот, наверное, мазнем с вами, вот так вот, порселон и кремы. И теперь будем смешивать с Estee Lauder всю эту красоту, все-таки мне еще хватит на раз накраситься. И теперь я делаю какой-то дикий замес у себя на руке, беру вот такую кистульку, это такой бочонок срезанный, кисточки с Алиэкспресс, который а-ля не бледная розовая кисточка, розовый набор, есть еще в фиолетовом цвете. Устатки чуть-чуть распределяю на веках. А, да, кстати, хотела тоже еще подсказать одну такую вещь. У Alien, вот именно у меня такая реакция бывает, она сейчас начинается так же, как с SPF кремом от Fruity, тоже начинается такое небольшое раздражение глаз, небольшое жжение, покалывание, если наносить его близко, вот в зону под глазами, как я сейчас нанесла, и я чувствую это легкое жжение. Видимо, тоже в составе что-то такое есть. К сожалению, у меня тут наклеечки с составом нет, так как я коробочку и все остальное выкинула. Кстати, в тональном от Alien SPF 10, это приятно, что все-таки производители как-то заботятся и добавляют SPF. Но иногда бывают такие моменты, что он может раздражать мне глазки. Так, и вот остаточки распределяю на лоб. Все, что у меня тут на руке было, остаточки на глаза. Ну и как-то вот так, мне нравится этот оттенок. Я не загораю летом и стараюсь не загорать. Я боюсь солнышка в этом плане, поэтому я такая беленькая-бледненькая. Следующий этап, это у нас консилер. У меня был вот такой консилер от Брандарелу, и это вообще не консилер, а корректор. Но проблема такая, что у меня в нем сломался аппликатор. Он остался внутри, но там как раз уже ничего и не было. Это корректор персикового цвета. Я их покупаю для работы, сейчас покажу. Вот у меня эти новенькие корректоры. Зеленый оттенок корректора и оттенок такой лососевый. Он называется вообще Тон 50 Питч и Тон 40 Грин. Грин я использую для покраснений, для акне. А Тон 50 Питч я использую для синевы вот здесь, во внутренних уголках глаз, и для синячков под глазами. У меня какой-то особой синевы нет, но в принципе, если что, она меня не смущает. Поэтому мы с вами будем использовать консилер от Эллиан. Также это Vibrant Skin Concealer оттенок 01 Fair. У меня тут тоже его немножечко осталось. И чуть-чуть посерединке лба. Вот как-то такая схема. Это не сушащий консилер. Он больше такой увлажняющий, я бы сказала. Хотя нет, сказала бы, что это что-то среднее. Не увлажняющий и не сушащий. Идеально подходящий на каждый день, который также можно подстроить под любой тип кожи. И вот так вот за два движения он растушевывается, делая вот эти участки все-таки чуть-чуть более матовыми, чем с тональным кремом. Но учтем, что у меня еще тональный крем со стеллаудером смешанный. Так что обычно тональный крем от Эллиан блестит немножечко побольше. И на этом моменте можно перейти к бровям. Я сейчас найду на своем столе, что я тут использовала для бровей, и что использую сейчас. Для бровей у меня тут вот такие карандашики скопились. Это карандашик от Catrice, которым я пользуюсь и сейчас. Но мне кажется, у них оттенки разные. К сожалению, я не смогу подсказать, какой оттенок был. Сейчас я пользуюсь 0,40 оттенком от Catrice. Очень мне нравится этот оттенок. Люблю его использовать для блондинок. Особенно для обесцвеченных, для крашенных блондинок. Он очень хорошо подходит. И еще супер бюджетный карандаш. Тоже нашла на Валперс. Это бренд TF Cosmetics. Он автоматический, но у меня тут осталось буквально вообще ни о чем. Очень удобный, но его там немного. Но и стоит он в районе 140-120 рублей. Тоненький грифель, очень удобно все прорисовывать. Есть щеточка. В общем, если берете для себя, очень удобный, очень классный карандашик. Можно найти на Валверис, можно найти на Озоне. ТФ Cosmetics есть еще в Золотом Яблоке. Но там, правда, конечно, не вся продукция представлена. Там какой-то нюсенький, как карандашики Vivienne Sabo. Вот эти их автоматические. Но я автоматические карандаши покупаю только для себя. Для себя это суперудобно, что тебе не нужно постоянно его точить. Возиться с этими опилками, куда-то их девать. Искать для чего-то точилки. В общем, если вы покупаете для себя, то автоматические карандаши это вообще волшебная вещь. Ну, вот я сейчас буквально остаточки его выможу, что у меня есть что-то еще. Все, мне кажется, он больше не пишет, девочки. У меня тут какое-то воспаление тоже. Что-то расчесало себе над бровью. Вообще, молодец. Собралась видео снимать. У меня тут еще ожог на руке. Отплойки. Производственная травма. Эстетик видео. По полной. Вся в ожогах, вся побитая остатками. Буквально крашусь прямо остатками. Это оттенок 0.1. По-моему, это самый светлый автоматический карандаш. Бренд TF Cosmetics. Запоминаем. И продолжу я докрашивать. Карандаш от помадка 3. Щеточку прочешу свой бровь. И вот так выглядит карандаш от 0.1. Роковой от Катрис. Он, конечно, такой оттенок дает поинтенсивнее. Поэтому я сейчас первую бровь тоже прокрашиваю. И у него такой более пудровый эффект. Я бы сказала, если TF, мы можем сделать именно волосочки какие-то. То есть более тонкую работу. Здесь же карандаш их прям так более пудрово прокрашивает. И вот такие брови, которые нам нужно закрепить. Сейчас я использую вот такой вот гель для бровей. Это Ensense Fix It Like a Boss. Вот такой вот розовый. Если честно, он мне не очень нравится. Гель, он не то что гель, а это скорее какая-то жира. Он очень жидкий. Он именно делает мокрыми брови. Запечатывает их в какую-то пленку. Если вы потом спустя время их почешете, то у вас начнут такие лохмотья с бровей падать. Вот эта вот шелуха. И здесь я просто вот их мокрю. И они вообще никак не фиксируются. Просто мокрые брови, которые нужно как-то красиво. И это больше проблема. Так как укладываться они не хотят. То есть вы просто мокрые волоски куда-то гоняете. Пытаетесь приклеить коже. Если причем приклеивать коже и по коже водить, то этот гель, он снимает тональный крем. Мохнотушки готовы. За кадром сейчас еще пару минут. Я пыталась вычесать эти брови и привести их в какой-то божеский вид. Все-таки нет. Я однозначно не рекомендую этот гель для бровей. Он какой-то отвратительный. Все с ним только хуже становится. У меня вот есть помада от Рилуи. Тоже она у меня заканчивается. Она такая персиково-розовая. Как персиково-розовая? Скорее такая припыленная даже розовая. Можем с вами такой вот легкий румянец сделать. На улице же лето. Надо быть свежими, румянами. Как будто мы вот только проснулись, пошли и натерлись коркой от арбуза. И все у нас такое прекрасное. Не знаю, почему коркой от арбуза. Как вариант вам использование помад еще дополнительно. Потому что у меня, например, помады так быстро не расходуются. Не успеваю я их так быстро расходовать. Так что, видимо, надо ими румяшки делать. Так что, хорошо получается. И вообще помады от Рилуи, они такие, они вообще фиксируются в матовые. Но изначально они очень кремовые. Я бы даже сказала, немножко водянистые. И их удобно растушевывать. Я их часто использую как подложки под тени. Например, вот я использую дневноглазого блудного кота. Который мы с вами будем сегодня краситься. И частенько я его наношу на вот эту матовую помаду. Это Нюд Мэк Рилуи. Оттенок 10. Очень мне он нравится. Супер такой невестинский. Часто его использовала в образах невест. И у меня с этой помадой, с подложкой, держится макияж весь день. Даже в жару. И нам нужно припудриться. Я думаю, многие с Project F напомнят вот эту мою пудру от Alien. Я люблю бренд Alien. Поэтому его достаточно много и в моей работе. И вообще, в принципе, бюджетный классный русский бренд. Что я еще могу сказать? Очень много хороших продуктов. У меня еще их все кремовые тени в матовом варианте есть. Есть фиксатор, которым мы с вами побрызгаемся. Что еще от Alien? Вот я только их туши не пробовала и не пробовала их карандаши. У меня есть помады их. В общем, много продуктов. Пудра Silk Obsession 10 оттенок Light, натуральный. Я ее оставила в покое. Я ее не пользуюсь, потому что я беру ее с собой в поездки. И там уже добиваю. Поэтому мы с вами ее оставим в покое. Она будет вот моей компактной пудрой, которая со мной катается, когда я куда-то уезжаю. Но видно, как дырочка стала в ней значительно больше. И сейчас я пользуюсь вот этой детской присыпкой. На самом деле это пудра. Многие ее знают. Тайская пудра Ponds Tone Up. Молочная пудра Milk Powder. У меня она беленькая. И она очень мелкого помола. Но у нее есть легкие-легкие блесточки. Милипиздрические. Вообще можно говорить это слово? Малюсенькие блесточки, которых практически не видно. Но когда у вас лицо на свету будет вот так вот переливаться, эти блесточки будут немножечко видно, как такая кожа Эдварда из сумерек. В общем, красиво, конечно. Я изначально все матирую, а потом просто фиксатором добиваю. Он этот эффект при пудренности излишне убирает. И получается такая красивая кожа. Но все зафиксировано. И не будет такого излишнего эффекта на пудренности. Есть такой момент, что пудра вот эта от Ponds белая. Она немножечко выбеливает. Я это заметила. Но это помогает мне, когда, например, я использую тональный крем, который немножечко мне темноват. Тогда эта пудра помогает мне его выровнять. И получается более-менее такой приемлемый результат. Для глаз у меня тут есть просто пачка кремовых теней от Luxe Visage. Это матовые тени. Но они у меня на самом деле все в таких оттенках. То есть здесь самый их нюдовый оттенок. Нюдбеж. Dark Chocolate. Это супер коричневый темный оттенок. И Grey Taup. Это что-то между серым и коричневым. Такой нейтральный оттенок холодненького серого. Или мы можем использовать, как я уже говорила, матовую помаду. Или мы можем их смешать вместе. Потому что я хочу получить такой розовато-бежевый оттенок, который нанесу на все подвижное веко. Пожалуй, мы с вами так и сделаем. Матовые тинты от Luxe Visage. Если что, это одна из самых стойких форм, которую я пробовала. На моих веках обычно все катается. Если не наносить какие-то подложки. И на матовых тинтах от Luxe Visage. У меня обычно макияж держится весь день до самого вечера. И сейчас мы будем эту подложку закреплять. Моей самой любимой палеточкой на каждый день. Это Tami Tanuka. Дивноглазый блудный кот. Я купила его... Когда же я его купила? В прошлом году. В последнем рестоке, который был, получается, в феврале. Вот. И у меня три дырочки. Мы пробили три дырочки. Мне еще, кстати, давали дополнительно монетку вот этого оттенка, по-моему, в прессе. Это заливка. А в другой полеточке у меня лежит пресс. Я его использую в работе. Очень такой красивый невестинский оттенок. Тоже отлично заходит. И там дырочки еще не предвидятся. Здесь же у меня уже три оттенка в дырочках. И вот в этом коричневом оттенке тоже уже есть хорошее углубление. Меньше всего у меня использован голубой оттенок. Ну, ясно-понятно, его так часто не будешь использовать, потому что это акцент. Ну, а вот все остальные очень мне нравятся. Обожаю эту гамму. Хорошо подходит. На подложках выглядит более ярко. Без подложек. Это такой супер нюд. Набираю матовый нежно-розовый оттеночек. И просто по краю формы прохожу с ним. Сейчас беру вот такую кисточку. Она тоже у меня грязненькая, но это потому, что я ей постоянно крашусь. Это вот моя такая рабочая кисточка, которой именно этим оттенком я и крашусь. В общем, меня тут не подловишь. Я реально постоянно крашусь только этой палеткой, когда иду куда-то на работу. И мне нужно сделать вот простой, красивый, ежедневный макияж. Поэтому по кистям даже видно, какие я оттенки постоянно использую. И сейчас нанесем сияшки. Я не знаю, мне все сияшки нравятся. Хоть прям все налепливаю, но все у нас не влезут, к сожалению. В заливке есть такой нюанс, что этот оттенок, а чей сладой, я прям помню, он тяжеловато изначально набирался. Но, как вы видите сейчас, вот я пальчиком наношу, он супер жирненько набирается, потому что спустя время этот верхний слой заливочный, видимо, ушел. И оттенок можно вообще легко набрать. К слову, да, я люблю набирать их пальчиками, а потом просто стушевываю крашки кисточками. Поэтому и этот макияж занимает у меня буквально 15 минут, и я уже готова идти на работу. Крашу ресницы и пошла. Но мы с вами сегодня сделаем что-то посложнее. Стрелочки нарисуем, акцентик сделаем. Все будет хорошо, не волнуйтесь. И возьму малюсенький бочонок. Хочу взять бронзовый оттеночек, пройтись по нижнему веку. Тоже мне этот оттенок очень нравится. Ну, думаю, видно, что у меня в нем есть дырочка. Я его часто наношу на все подвижное веко. И стушевываю маток. Он тоже очень красивый. Могу еще карандашом подвести глаза, и получаются такие light красивые бронзовые смоки. Можно его еще нанести в стык. Все, я люблю, вот сюда. Ну что, у нас остается внутренний уголок. Во внутренний уголок я хочу добавить этот вот голубенький оттенок. Давно его не использовала. И мне нравится, что для тайми, в принципе, подложки можно и не использовать. Потому что видите, какой яркий, красивый голубой оттенок. Но, если бы мы с вами нанесли его еще на какую-нибудь подложку, то это все вообще было бы вырвиглазно. По-моему, эффект дивно-глазости достигнуть. Может, я даже сейчас на нижний веко чуть-чуть желтенького оттенка добавлю. Очень часто я этот желтый оттенок использую вот здесь, во внутренний уголок. Также вместо голубого получается красивый такой акцент. Как будто такой золотистый бронзовый макияж. Тоже очень красивый. Вообще вариативность классная. То есть несколько вариантов макияжа на каждый день у вас есть. Можете просто розовым оттенком дополнить веко и внутренний уголок. Можно сделать бронзовый смоки, внутренний уголок сделать желтым, внутренний уголок сделать розовым, внутренний уголок сделать голубым. Можно нанести на все подвижное веко золотое оттенок. В общем, вариантов много. Получается всегда красиво и всегда какая-то суперидеальная тушевка. на что бы вы ее не наносили, чем бы вы ее не закрепляли. Надеюсь, сейчас мои волосы не испортили звук. Кстати, еще в качестве подложки у меня вот закончился супербонд от промоэкоп-лаборатории. И я расстроена, потому что он мне нравился. Я сначала... А, нет, вот тут чуть-чуть выдавилась капелька. Ну, все, он уже не работает. Я сначала этот супербонд не поняла. Ну, мне кажется, это у всех такая была проблема, что мы сначала его не понимали. Кто-то на него садил сияшки, кто-то его использовал как базу и под помаду я видела, и под тональный. И вообще, как только его не использовали, у меня как будто что-то не получалось. Но потом я начала его использовать как базу под макияж, под тональный крем. Особенно классно для жирной кожи или, да, в принципе, и для кожи с шелушинками. Потому что этим супербондом можно эти шелушинки как бы приклеить к коже, выровнять. И он оставляет такую прям липкость после себя, на которую классный тональный крем прям так плюк и прилипает. И все, суперски все держится. Ну вот, а с сияшками как-то я не научилась на него клеить, к сожалению. Я все-таки больше поклею, видимо. Вот. Но как база под макияж, под тональный крем, мне супербонд очень понравился. Я теперь жду. Девчонки сказали, что его собираются перевыпускать. Я очень жду этого момента, очень хочу его купить. Основу мы сделали. Нам нужно нарисовать стрелочки. Вот стрелочка. У меня тут три подводки. И проблема в чем? Три подводки. Здесь Рилуи, Эвелин и Арт-Визаж. Арт-Визаж у меня рабочий. Мы сейчас с вами будем ей краситься. Это Арт-Визаж Чикаго. Я не знаю, она новенькая или нет. Здесь лайнер с кистью 0,7 мл. Он мне очень нравится. Супер классный. Кисточка удобная. Стрелки с ним получаются отлично. И достаточно стойкие. С Рилуи, насколько вы помните, я, по-моему, в прошлом проекте не показывала. Мы не могли подружиться. Потому что кисточка постоянно то не работала, то работала. То мне не хватало подводки, чтобы докрасить второй глаз. Но в конце как-то он раскрасился. И мы с ним подружились. Все было хорошо. И даже вот тут чуть-чуть подводки осталось. Можно еще что-то нарисовать. Но она уже полупрозрачная. Нужно очень сильно давить. Стрелки получатся жирными. Так что нет. Но здесь прям классная, хорошая кисточка. Именно с ворсинками. Очень хороший лайнер. Если захотите попробовать, берите. И раньше мне очень сильно нравился вот этот лайнер от бренда Evelyn. Это лайнер Pre-Sys. Точно не знаю. В общем, вот такой вот черный с золотыми полосочками. И проблема в том, что он ко мне пришел сухой. Все. Я им сколько не пыталась. Вот это все, что я смогла из него выжать. Причем мне пришло их два. Я один распаковала сразу. Он один сразу был сухой. Второй я распаковала спустя время. Он уже был сухой. Все я заказывала в золотом яблоке. В общем, какое-то расстройство. Я не знаю, как их хранили. Но деньги получились на ветер, к сожалению. Хотя раньше, когда я его заказывала, этот лайнер на Wildberries, мне все очень нравилось. Очень был классный и удобный лайнер. Лайнер Chicago Art Visage. Такой серебристый. Здесь тоже большая длинная кисточка. Как в Рилуи. Очень похоже. В Evelyn кисточка поменьше. Стрелки рисовала без вас. Потому что у меня не самое хорошее зрение. Чтобы нарисовать стрелки, мне нужно вот так упопыреться в свое зеркало, чтобы видеть просто все. Такие вот нюансы. Нарисовала стрелочки этой подводкой. Такие мне сегодня захотелось. Котячие стрелки. И мне нужно прокрасить верхнюю слизистую. Сейчас мы с вами поговорим как раз о карандашиках. У меня здесь закончился просто раритетный старенький карандашик. 402-й от Lamelle. Он уже как камень, на самом деле. Уже ничего не рисует. Но это были супер классные карандаши. Они были такие жирные, гелевые, очень стойкие. Прям мои любимчики. И сейчас их, к сожалению, нигде уже не достать. Потому что я так воняла. И остатки все распродали. Раньше я их видела в магазине Novux. Но я недавно туда заходила. И там уже вообще ничего от Lamelle не осталось. Да и в принципе от других брендов там осталось не так много. И я видела их на Озоне. Но на Озоне, по-моему, тоже уже закончились. Так что все. Lamelle больше не достать, к сожалению, нигде. И замена Lamelle. Это карандашики Liner Virtuos от Vivienne Sabo. У меня это коричневый оттенок. Тоже тут куча огрызков. 603-й. Надо их повыкидывать. Потому что тут уже не о чем краситься. Это что это такое? Вообще до самой попочки их все обгрызло. Вот этим еще может... Ну вот этим сегодня накрасимся. Вот этот еще можно пару раз наточить. И есть еще у меня вот такой вот серенький карандашик. Тоже Liner Virtuos от Vivienne Sabo. Но это очень удобно, что они сделали эту линейку в автоматических футлярах. И те, которые можно точить. Потому что те, которые затачиваются, я использую в работе. Потому что каждый раз нужно после каждого клиента их стерилизовать. То есть это все поточить, пропшикать антисептиком. А этот я могу использовать только для себя. Мне его не нужно точить. Очень удобно, очень классно. Вот. А серый я покупала... Не помню зачем. Не помню почему. Ну вот он у меня есть. Поэтому я им иногда подкрашиваюсь. И еще у меня есть точно такой же Liner Virtuos. Бежевый карандашик в оттенке 04. И можно подвести, например, вот нижнюю слизистую. И реснички я всегда завиваю керлером. Потому что они у меня прямые. Смотрят вниз. Если их не завить, это просто вот такая пакля, которая висит над глазами. Никакого распахнутого взгляда. Ничего. И ресницы сейчас у меня достаточно длинные и красивые. Поэтому мне не нужно приклеивать дополнительно пучки. Потому что я пользуюсь сывороткой Top Lash. Это не реклама. Я попробовала Top Lash и их синенькую конкурентку X Lash. И, к сожалению, X Lash мне вообще не подошла. У меня появились небольшие жировички. Ну вот эти белые прыщички на глазах. Которые вот только сейчас, кстати, заметила. Прошли наконец-то. И у меня началось от нее раздражение. У меня были красные глаза. Чесался вот этот ресничный ряд. И мои ресницы просто стали маленькими. Какими-то облезлыми. Появились прям пробелы в ресничном ряду. И меня это не устроило. Я прекратила ей пользоваться. И снова вернулась к Top Lash. И буквально за пару недель у меня снова мои красивые длинные реснички вернулись ко мне. Наконец-то. Теперь я их с удовольствием крашу. Здесь у меня 4 вот такие тюбика термо-туши. Это Strip It Easy от Relu. Классная термо-тушь. Я ее использую в основном в работе. А самой себе крашу нижние ресницы. Обычная здесь щеточка такая силиконовая. Хорошо прокрашивает. Но мне нравится термо-тушь тем, что она не отпечатывается. Я использую ее для клиентов. И если клиентки немножечко поплачут, но не будут вот так вот все размазывать, то у них все это выдержит. И потом они ее легко смоют. Потому что у многих есть проблема, что нет, нечем смыть тушь, нечем смыть подводки. Просто нет мицеллярки, нет ничего такого смывающего. Такое бывает. Вот. Поэтому использую вот такие классные термо-туши. Если мне нужен эффект таких ресниц, которые не смыть ничем вообще, и даже специальными средствами нужно смыть только с третьего раза, то я беру вот эту тушь от Evelyn. И еще она супер-классно держит завиток. Если вы поставили завиток керлером, и он у вас от туши падает, опускается, то попробуйте водостойкие туши, типа вот этой от Evelyn, типа вот этой от Essence, или вот такой варитой от Evelyn. Потому что они отлично держат завиток. У них в составе есть какой-то специальный воск, который не утяжеляет волоски и буквально сразу же застывает. Поэтому форма ресниц остается такой, какая нужная. Но нюанс такой, что их очень тяжело смыть. Прямо практически невозможно. Все равно в корнях чуть-чуть туши остается. Я уже к этому привыкла, я не парюсь. И еще у меня была вот такая голубенькая тушь от Essence водостойкая. Здесь классная такая была, большая щеточка елочкой. Очень мне нравилась, но иногда могла быть немножечко колючей. В целом нормальная, отличная тушь, но я как-то больше все равно привыкла к Evelyn. Это Варьете Лашес Шоу водостойкая. Тоже тут маскарадные масочки, такая в голубо-фиолетовом футляре. И тоже здесь классическая силиконовая щеточка, как и в Рилуи. Я обожаю силиконовые щетки. Я не люблю вот эти мохнатки ворсишки. Потому что как-то вот они мне не подходят. А вот силиконовые я обожаю. Ну вот, как-то так. Вот такие реснища. И это я только один раз окунала кисточку в тушь. Сейчас вот второй раз могу пройтись. Но тут уже будет прям очень много туши на ресницах. И их хотя бы видно. Потому что мои ресницы, они вот так вот лежат вниз. И перекрывают просто половину глаза. А так хотя бы взгляд распахивается. Та-дам! Вот такие ресницы получились. Сейчас нужно прокрасить нижней. На нижней возьмем какую-нибудь термо-тушь. И что? У нас осталась коррекция и губы. С коррекцией это, конечно, вообще грусть, печаль. Я еще раз покажу вот это. Это какой-то кошмар. Это палетка многострадальная от Stellar. Скульптор у меня закончился 100 лет назад примерно. Я добила просто остатки. Еще добивала румяна. Я не знаю, зачем. Я вообще хотела ее выкинуть. Но, наверное, мы вот с вами сейчас. Я либо ее покажу и мы накрасимся. Либо я не буду ей краситься и просто выкину. Потому что это уже невозможно. Хайлайтер мне этот не очень нравится. Он такой белесый. Но он такое легкое-легкое свечение дает. Если вы боитесь сильно краситься. А так я очень любила эту палетку. Ну, думаю, по ней видно. По ее заюзанности ей годы 2 или 3 отработала на себя на все 100%. У нее уже крышка отвалилась. Это вообще какой-то кошмар. Просто палетка бомжа. Ну, любимая и неповторимая. Еще у меня появилась вот такая палетка. Это Мариаж от Vivienne Sapo. Здесь тоже у меня уже проклевывается дырочка в скульпторе. Но мне не очень понравились оттенки. Почему? Хайлайтер он золотистый. Но с такими крупными блестками. Как-то не очень понятно выглядит. Не очень красиво, если честно. Не знаю. Румяна какие-то слишком кыльные, что ли. Какой-то оттенок. В общем, мне тоже на коже. Он не очень сильно зашел. Скульптор, как по мне, какой-то желтоватый. Хотелось бы что-то похолоднее. Ну, а вот этого я вообще не понимаю, что это. Просто это тени. Для меня это тени. Я не знаю, для кого это бронзер. Для меня это тени. Ну, вот скульптор я добила до микроскопической дырочки. Но что-то как-то не очень хочется этой палеткой пользоваться. Может, сейчас с вами ей накрашусь и куда-нибудь ее сбабрю. А сейчас мы с вами тогда накрасимся палеточкой вот этой. От Vivienne Sabo. Которая мне не очень нравится. Ну, просто здесь какие-то оттенки странные. Они какие-то желто-рыжие. Я такое на себе не люблю. Ну, у меня либо что-то нейтральное, либо чуть розоватое. Так, и вот как-то так выглядит скульптор. Ну, в целом-то нормально. Ничего плохого нет. Если честно, разницу я бы увидела, наверное, только с Art Visage. Ну, потому что там прям очень серый скульптор. Там прям пыль из пылесоса. Вот настолько там серый скульптор. Этот как-то поживее смотрится. Ну, и как бы лето. Думаю, ладно, можно его допользовать. У меня вот такая кисточка для румешей. Грязненькая. Ну, потому что я и крашусь. Да, это моя личная кисточка. И вот мы берем румеши. И вот они какие-то... Пыльные. Они какие-то пыльные. Мне не нравится этот оттенок пыли. Какой-то оттенок грязи. Но эта палетка удобна тем, что я брала ее с собой в поездке. То есть у вас тут все, что нужно есть. И хайлайтер, и скульптор, и румяшки в целом. Ну, и даже вот этот оттенок я использовала как тени. Использовала его с дебноглазым, гудным котом. Я, кстати, вот здесь вот прокладывала салфеточку. Ложила сюда палеточку кота. Закрывала, заклеивала скотчем. Поэтому у меня палетка выглядит так потасканно. Но зато мой котик, он был в безопасности в кейсе от этой палеточки. Тут, конечно, пластик такой себе. Но хоть какая-то безопасность у него была. Даже вот у Стеллари вот этот оттенок, он получше. Он какой-то более освежающий, что ли. Не знаю, вижу какую-то пыль. Извините, мне не очень нравится. Ну ладно. Сейчас с другой стороны покажу остатки от Стеллари. Стеллари чуть более красноватые. Vivienne Sabo. Здесь там тень сильно не падает. Ну давайте вот так вот со стороны. Vivienne Sabo это более светлый такой персиковый оттенок. А в Стеллари это именно такие красноватые, чуть-чуть обгоревшие румяна. И мне кажется, вот этот красноватый оттенок, он как-то поживее выглядит, что у меня по глазу попало. Сейчас прибью вот этой пылью из Vivienne Sabo, чтобы более-менее равномерно было. К слову, да, я люблю румянец. Я люблю румянец. Люблю быть вот этой морфушкой. Ну не знаю, мне кажется, мне идет. Ну и даже если и не идет, мне нравится и меня это устраивает. Вот, слушая, как-то агрессивно нарумянилась. Сейчас чуть-чуть это все здесь с пудрой растушую, по лицу раскатаю, чтобы более-менее не была такая морфушка. Хотя какая разница, я еще сейчас до вечера это все сотру. Что, и хайлайтер. Ну, собственно, этот хайлайтер мы уже с вами видели. Он достаточно простой, я не хочу его использовать. Он мне и не нравился особо из этой палетки, так что возьмем и заведем с собой. Здесь он хоть, ну, как-то более-менее. Хотя тоже эти блестки активно мне не нравятся. Вот. Что тут происходит? Что-то вообще будет происходить? Попробуем пальчиком. Здесь вот именно крупные блестки. И они как будто бы не делают вот этот блик, а просто лежат сверху блестками. Ну и как-то более-менее ярко. Мне кажется, его нельзя нанести, только если наносить на влажный тон или влажным способом. Или пальцем. Или лучше просто взять другой хайлайтер. Ну и вот такой вот хайлайтер, да, золотистый. На лето нормально, но мне такое не очень нравится. Ой, натерла щеки Аки Самовар. У нас остались с вами губы. Для губ у меня вот как раз тут завалялись матовые помады, у которых уже все очень плохо. Но мне нужно их допользовать. У меня здесь помады от Luxe Visage. И в классический пинап. Здесь у меня просто классный, красивый красный оттенок. Тон 30. Идеальный красный. Нужно его вытянуть, потому что помады уже эти стухли, если честно. Хотя по запаху еще нормальные. Здесь у меня оттенок Тон 23. Такой нюдово-коричневый. Тоже хорошо подходит девочкам, которые любят именно нюд, больше уходящий в коричневый цвет. Эту помаду я уже вам показывала. Релуи 10 нюдмэт. И еще у меня здесь помадки Femme Fatale от Vivienne Sabo. Вот они мне понравились. Удобно своим маленьким размером. Классно помещаются в кейс. Прямо вот так вот стоя. Например, эти стоя в кейс поставить сложно. Они, ну, большие для него. А вот эти малышки очень удобные. Я вообще люблю такие маленькие помадки. И Vivienne Sabo были достаточно стойкие. Классно. У меня еще была их красная. Как-то там Vamp, по-моему, оттенок назывался. В общем, суперскин. И еще у меня вот на последнем издыхании тут заканчивается тинт от Небледной. Tint Maker в оттенке Pink Diamond. Нужно вытащить ограничитель. И тогда из него мы что-нибудь достанем. В общем, я накрасила губы карандашиком от Beauty Bomb. Это 0,2 оттенок. Их новая коллекция Rom Core. Он у меня только в контуре. Такой оттенок немножко трупного окоченения. Я такое люблю. Можно заменить карандашиком от Miss Taiz. По-моему, 769. Тоже будет очень красиво. Это одно из моих любимых компо для губ. И вовнутрь я вот нанесла как раз-таки тинт-мейкер. Вытащила из него ограничитель. И нанесла в серединку, растушевав по краям. Получился такой эффект, что внутри у нас тинт ярко-розового оттенка. А на остальных губах карандаш. И на них сверху блеск. Очень люблю такой эффект. Очень красиво смотрится. И еще. То, что не записалось. Я побрызгалась фиксирующим спреем. Это спрей от Alien. One Touch Setting Spray. Из их коллекции Riviera. Я его покупала на скидках. Он мне вышел что-то рублей в 300. Хороший спрей. Я сначала с ним не сдружилась. Он изначально выдавал мне вот эти белые противные капельки. Которые застывали. Их было тяжело стереть с лица. И видимо сейчас спрей разработался. Поэтому этих капелек нет. Он таким знаете облачком распыляется. Очень хорошо. И потом я это все просто своей кисточкой с остатками пудры прибила. Хотя обычно, когда я работаю с клиентками. Я это все прибиваю влажным спонжем. Или могу еще на спонжик конкретно побрызгать фиксатором. И тоже прибить. И вот такой вот макияж получился. Такой мой дневной красивый нют. Когда у меня есть на него время. Когда у меня времени нет. Я просто не рисую стрелки. Либо сразу крашу ресницы. Если у меня есть еще буквально 2 минуты. То я могу себе обвести слизистые карандашиком. И немножко его растушевать. И тогда у меня получаются такие красивые софт смоки свадебные. С которыми я с удовольствием хожу весь день. И это все супер классно держится весь день. Но вот такой вот вариант макияжа на каждый день. Особенно на лето. Моими project pen продуктами. Которые заканчиваются. Какие-то классные. Какие-то не очень. Я постаралась про все достаточно подробно рассказать. Ну и конечно же моя любимая палетка. Тип на глаз и блудный кот от Tami Tanuka. Звезда моего года. А самое приятное, что наконец-то в момент монтажа этого видео. Я могу сказать, что вы сможете приобрести эту палетку. Так как бренд объявил о рестоке. Палеточка будет в новом пластиковом кейсе. Он более прочный. Более красивый. И менее маркий. Наконец-то можно будет ее приобрести. Думаю я с удовольствием куплю себе дубль. Так как в моей палеточке вы заметили очень много дырочек. Ну и настоятельно рекомендую ее к покупке для вас. Доступна она будет примерно 30 июня. Но обязательно все уточняйте в соцсетях бренда. Это так сказать фаворит моего года. Лучшая палетка. Лучший нюц для меня. Для голубых глаз. Для блондинок. Поэтому если у вас похожий типаж. То обязательно к ней присмотритесь. Я ее очень люблю. Использую просто постоянно. Если вы пользовались какими-то продуктами из этого видео. Оставляйте комментарии. Пишите свои отзывы. Ну и вообще если у вас остались какие-то вопросы. Пишите я на них обязательно отвечу. Вам большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Просто что творится у меня после этого видео. После проект пенов. Вот это все что мы с вами использовали. И еще часть я уже убрала в ящичек. Ну вот. Как-то вот так. Но я отдельно хочу сказать. Какие красивые у меня тут цветочки. Надеюсь вы их оценили. Это просто восторг. И еще они у меня есть там на фоне. Это хризантемки. Спасибо.